всем привет приехал в землянку время уже вечер часов 8 вечера ночевать здесь буду есть работенка по землянке ну и так отдохнуть просто сейчас после работы приехал ночью завтра снова на работу а потом снова сюда приеду хода порыбачить сходить также хочу все таки переделать вход второй раз неудобно так по лесенкам этим скакать как грохочет гроза что-ли вроде все как и было никто не приходил что поражаюсь землянка вроде недалеко от города еще еще никто ни разу не посетил тут до города 5 километров по-любому здесь лета грибники ходят ну вот один раз следы на зимой помните охотника были все я так в принципе видно может кто-то не догадываться короче хочу ход все-таки сделать такой откидывающийся там в заброшенном саду дверь какой найти тент получается на приподнять туда там землей закидать здесь сделать вход он посмотреть в глубину может все углубиться нам это но уже будет комфортнее и удобнее это все-таки неудобно хоть и пол но намного скрыт нее такой вход но лазить не очень удобно как-то и темно не то пальто короче охота чтобы тут открыл там дверь открыл и все уже улице видно все дверь открываешь там туннель темный ладно попробуем посмотрим сегодня сколько успею пока не стемняло разбираю завтра посмотрю до скольки там отработаюсь уже схожу сходим до садов там выберем какой-нибудь подходящий материал для дверей ничего минус этого входа когда залазишь постоянно вот это вот чепуху вот этого трогаешь задеваешь на сырое все это противно листья тут эти сейчас попью чая на буду разбирать уже время не тянуть пройдет нет стороной грохочется хорошо попью здесь на улице землянки успею еще насидятся там тоскливо на улице как-то верно веселее короче пару дней сейчас землянки мы проживем может больше не знаю посмотрим позанимаемся входом полы сделать надо тоже здесь той землянка раз у нас что-то не задалось может здесь пока позанимаемся свободного времени пока нету чтобы ехать избушку делать избушка пока ждет землянку новую некогда копать будем короче пока это и заниматься сделаем стены наверное там пол так вот залазишь постоянно задеваешь у нас тут нормально ну тут как обычно мышки хозяйничает все нормально надо как-то протопить блин может один заточу печку не знаю этой сырости не охота ночевательной а начнутся опять комментарии говорили что неудобно будет ну попробовал это буду знать если ничего не делает атаки не узнаешь думал будет нормально в планах принципе сразу было изначально делать как бы кальдорчик и здесь вход это просто уже там зима же долбила зимой особо уже сил не было но и решил попробовать сделать такой вход капать начал быстрее копать а 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 ну вот все разобрал особо не снимаю от дожди капать вот так вот намного будет лучше завтра с работы заеду куплю тент там тентного постели то дырявый и засыпать может быть но то место сюда сделаем дверь лучше конечно носит один арно одинарная тоже можно ее на бы как-то чем там на нее прибить гвоздей хоть клея наливая листьями засыпать чтобы москва замаскирована было знаю как не замаскирую замаскировки тяжелая она становится но по глубине принципе ты нормально выкопал здесь сделать час ступеньку может 2 и все по глубине вполне сама то получилось зря тот вход стал делать сразу на батуту ступень куда долбить уж готова было бы вот здесь так маленько капает но не расходится сильно ступеньку буду копать шикарно будет неудобно вот весь свет такое такое окно подошел открыл дверь и столько света сразу туда попадает не зря писали что темно будет так намного уютнее можно прям на кровати лежать смотреть на природу а нефть в темный кальдор вот это вот это вот этот анастасия он выросла просто вот это вот что вот 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 закончил покажу вот так получается здесь ступенечка выходишь коридорчик здесь на вот стенки тоже думаю досочками обшить чтобы не осыпались пол тоже сделать и три ступенечки должна быть деревянной делать как раз поднимаешься все красиво удобно то что было хватит там поле дождик разошел разошелся что-то ребятки прибраться поесть ничего днем говорить не буду тушенки купил поем завтракать они завтракали стану работу лежак вот думаю тоже еще на пошире сделать это боюсь упасть когда ночью с него зеркальце в трасс так купил так и не пользовался еще ни разу нормально ладно печку нами потащить на кто-то наверно думает вот тебе никитос заняться нефигом после работы ехать куда-то в лес здесь заниматься делами пришел бы в квартиру лежал куда телевизор смотрел отдыхал мне интереснее как-то в лесу прийти делаем позаниматься тут как-то наоборот больше отдыхает не всегда конечно протопим кочегарим охапку наверное стоплю посмотрю может может еще подкин чтобы я потом не спариться значит насчета быстро станет спичек то не горишь с огнем уютника это терна зимой мне нравится на улице снег метель холодина землянки сидишь печка топится тепло лепота сейчас заодно продымим чтобы эти букашек таракашек усилим давненько печку не затапливал поржаветь успела сейчас и землянку просушили печку наверное в тайник и они не надо убирать то она там быстро сгнет коптит пусть коптит специально дверь не закрываю много покоптила жучков чтоб вытравить на на наверное закрыта бы дымить пока не разгорится победать ой по побед поужинать уж ну а пока раскочегариваться пойдемте на улицу посидим на свежем воздухе поужинаем покажу приобретение свое еще также опробуем блин сколотил там это дедок то кормушка наш сейчас выходишь тут его видно кажется состоит в темноте пугаешься так вот печечка разгорается земляночка прогревается расположился чирок ушаночка шикарно наверное многие видели уже у других людей такие вот фонарики от армии так от компании может обзор уже видели смотрел смотрел очень тоже хотелось себе такой заиметь очень уж качественно сделан и на хваливать покупал я много всяких фонариков и на алиэкспресс кстати землянку покупал тоже переместился на землянку там закапал дождик вот хотел рассказать показать такой вот появился у меня фонарик от фирмы armitec wizard c2 pro корпус у него из авиационного алюминия вроде как если не обманывать очень удобно легонький покрытие такое интересное какое-то как будто резина но это не резина видимо краска такая специальная какая-то погружаться можно до 10 метров на воду даже с ним у него здесь стоят резинки везде то есть воды он влаги не боится и противоударный как бы не знаю покупал я огромное количество всяких фонариков такие всякие вот это вроде еще пока работает но гнездо там у меня что-то уже начало мозги компенсировать также батарея быстро садится на пауэрбанке тогда ладно еще работает а на родной батарее там минут 10 наверное все садится до этой лампочки были у меня и фонарики и другие светильники покупала и фикс прайсе и где-то еще где-то еще покупал короче все фуфло сломалось деньги только денег огромное количество ушло но вот этот фонарик дороговат конечно но цена оправдывает долговечность его на гарантия на него 10 лет дается то есть производитель знает что он очень надежно и долго будет работать плюсом батарея здесь стоит на три с половиной тысячи вроде бы как бы откручу то есть батарея очень мощная на три с половиной 18-650 лилон так вот такой стороны так вот здесь вот так же присутствуют резинки в комплекте кстати еще есть выпускной фирмы армитек стала делать такие вот фонарики не убиваем и я раньше много у кого видел такие и тоже все хотелось чтобы землянки был свет так вот светит сейчас покажу еще вместо вот этих вот фуфловых светильников без всяких он уже сел и плюсом в темноте куда-нибудь постоянно брожу по лесу на велосипеде езжу здесь есть в комплекте такие вот велосипедные крепления также налобный налобный мне чем нравится то есть вот все прицепил идешь-идешь-идешь раз отцепил не надо даже с головы снимать еще вот такая прищепка идет в комплекте можно ну за пояс там зацепить и зачем еще и зарядка очень нравится тоже мне прикольно у меня на телефоне даже нет только как раз все заряжается вот это обычный блок usb выход магнитная зарядка много режимов самом вот таком маленьком режиме светлячок что-то там очень долго несколько месяцев может работать ну не знаю так подсветить если где-нибудь читаешь может или куда-нибудь в поход отправился чтобы на дольше хватило подсвечивать где-нибудь на место ночника использовать самый маленький ну и нажатием нажимаешь и держишь все увеличивается режима как бы щелчками тут перебираются вот это самый сильный очень-очень яркий turbo если на велосипеде едешь на не забывать вниз направлять что-то он вообще ослепляет машинная фара вроде как на 120 метров бьет в темноте это капец как машина дальнего светла наверно также четыре режима здесь светлячок базовый режим turbo и стробоскоп вот так вот самый маленький светлячок освещает ну посвятить что-то почитать можно в темноте несколько месяцев так можно такие вот перебираются всех короче фонарик что надо годная штука если кто захочет приобрести ссылки будут в описании также будет действовать скидка по промокоду леший можете вводить но вещь себя оправдает сто процентов по-любому у меня больше денег ушло за всю жизнь с этими фонариками которые покупал fix price там всякой вот такой еще покупал тоже fix price и вроде на fix price но она работает светит от usb тоже работает но маловато таких наверное на штуки 23 чтобы хорошо освещал кстати тушеночка вот такая вот у кого магазин верн верный у кого магазина чужик есть верн вернер говядина тушеная свинина там еще продается лучший сорт покажу поближе вот у нас магазин чижик открылся вот такая тушенка там продается говядина свинина и там вообще одно мясо я вообще не ожидала от сна 150 рублей всего лишь с одной тушенкой практически питаясь понятное дело что она сейчас заманит людей либо потом хуже станет либо дань дороже ну лучше уже дороже то стало но может и ничего сильно не поднимутся на и тушенка не спортится так что магазин чижик если че не пожалеете всем рекомендую такую тушеночку я вот за 200 250 рублей покупал магните там во всяким эти херня всякие шкурки там из фарша половина перемолота непонятно чего а здесь прямо одни волокна 0 жижки немного наверно одна десятая жижки остальное мясо шикарная тушеночка разрекламировался сижу кого делать верно скучно сейчас посижу ютубчик все посмотрю доложиться отдыхать завтра рано вставать сейчас не страшно будет ходить по лесу сегодня больше так видеосъемка с руки особо не охота со штативом бегать и так с работы эти дни какие-то загружены поэтому так поснимал немного сейчас буду ложиться отдыхать печка печка наверно еще подкину завтра уже встретимся после работы на пойдем на рыбалку ходит займемся дверью что так вот до садов сходим мы посмотрим еще доску до скольки от работы все почем завтра короче видно все будет все дыметь перестала тепло светло сейчас просохнет хоть дверь пока не скрою ладно пока ночь всем добра добрый вечер уже второй день иду в землянку после работы сразу в сады зайду сейчас дверь посмотрим здесь заброшенные сады заменчиков такие вот зелененькие яблочки вишни все обозрали уже опять горхочет сядь на рыбалку наверно не успеваю тоже может завтра успею сядь на дверь позаниматься дверью вот такой каркас думаю нам подойдет на муравей не положил простите пожалуйста думал еще фанеру что ли сделать потому что думаю смысл размокнет у меня тент я купил думаю это из тента вырезать на нее чтобы она не тяжелая была также купил пену думаю для маскировки как сделать чтобы она замаскирована была ну листья не держались думаю может пеной запенить и листьями засыпать они прилипнут и будут держаться в принципе веточки там всякие такое барахло чтобы на ногу куча с мусором выглядел мысля такая пробовать посмотрим получится нет ладно забираю землянку дожди ковраде не обещали на стуча черняхонько у меня тут недалеко километра полтора осталось 2 духотища копятся на улице дождика в принципе то и хорошо было бы хоть освежит маленько воздух просто не смог пройти мимо и не подарить зрительницам канала цветочек такой чудесный ромашечка надо здесь обшивать займемся но наверно потом полами стенами то так тоже засыпет потихоньку осыпаются стенки доски наверно тоже буду таскать из садов хотя можно и бревешки тут пособирать весь материал вроде есть еще вокруг ну наверно с дверью закончим и будем заниматься стенами мусорку надо утащить вчера протопил вот охапку он дышно отстал и больше не стал ну немного посуше стало на сегодня тоже наверно ступлю протоплю пусть сохнет и просыхает то сколько эту чепуху надо же убирать не стушил на вторых дел говорили что кору убирай сразу не убирал вот по убирать можно будет его обшить да и обошьешь потом там будет полиснеет все больше не лучше пусть так будет сохнет кору убрать просто будет и все нормально ладно пойдемте дверью заниматься чая хлебанок есть пока не хочу чая хлебанок растет чуть-чая хлебанок есть пока не хочет судя из отмен engage unterwegs itet У меня тут груздочки вылезли Ван, ван, там ещё Ван, там ещё Продолжение следует... Еще фишка у фонарика, что его можно хоть куда прикрепить на металлический предмет И все, он стоит, светит Красота Еще раз печку Еще про кочегарю Пока спать не ложусь Пусть горит Думаю вот трубу заткнуть с улицы крепчем Даже железка какая-то есть И пусть продымится хорошенечко Пофиг, что будет вонять Но зато букашек никаких не будет А то нет-нет, какой-нибудь жучок ползает А продымим И грибка не будет И жучки все посваливают Сейчас наверно так и сделаю заткнутым на улице Но она сейчас Поначалу дымит, а потом разгорается И уже дыма нету Дымит, что-то не будет Дымит, что-то не будет И все Время Какая тяга Дымит Как паровоз загудил Космолянка разгорится и прикроем дымонем всю живность. Так вот сейчас сделаем, пусть дымонят, потом уберу, ну вот так вот получается сейчас там эти чурочки воткну. Раз, тут нам еще перекладинку сделать под дверь. Раз, закрыл, все шикарно и легоньку постараемся сделать. Ладно, сейчас нарежу тент туда, куски сюда, кусок. Вот дымок пошел оттуда. Такая вот дверь. Перекладину еще там не сделал. Все классно. Сейчас пойду висточков пособираю. Грабли, блин, так и не могу найти, на какое дерево их повешил. Листочков пособираю, потом попробуем на пену посадить, прилепить их. Сюда тоже так надо листья собирать вокруг, туда листья. Блин, таскать-то мешка нет, ничего нет. Хотя вроде был у него землянки где-то мешок там, постараюсь, пойду собирать. Кто попробовал, набрал мешок. Всякой чепухи. Попробую сейчас пенит, пенит. Пишите свои варианты, как можно сейчас замаскировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжением следует... Грабельки все-таки нашел... Тут валялись... А я думал их на дерево вешал... Может сдуло? Вот так вот выглядит сейчас земля. Куча с мусором. Маскировка стопроцентная под кучу с мусором. Ну вот так кто-то будет по лесу уходить. Так и подумать, что может лес тут рубили, скидывали сюда ветки. Вообще нормально. Еще не открывал дверь. Вот уходить если буду, вот эту уложить сверху на дверь. Ну и дверь, наверное, приспать придется еще немножко, когда вот эти вот просветы все. Когда уходить надолго буду. Ну а так, вполне неплохая маскировка. Сейчас попробуем открыть дверь, посмотрим, что из этого получится. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пена-то особо не держится. Ну в принципе-то пойдет, потом вот так вот еще маленько приспать дайте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Классно! Доброе утро. Доброе утро. Готово. Классно. так вход я понимаю без этого лазения по лесенкам здесь хоть и ступеньки будут но намного удобнее чем вот в эту дырочку в колодец в это залазить не знаю что зимой сразу сразу-то не стал делать там осталось вот перекладинку сделать потом сделаю пойдемте посмотрим у нас там землянки как там дымокуриться у нас 25 вот такой вот получился вход пишите как вам ну и также по поводу маскировки что если у кого-то какие-то идеи есть хоть я говорю клей хоть как бы хоть клея наливай на ладно сейчас что-нибудь покушаю да время осталось так то сейчас светло время 9 часов где-то можно было бы еще и на рыбалку сходить но надо видео смонтировать завтра чтобы посмотрели сейчас поужинаю я буду сидеть монтировать видео загружу и спать уже пора будет так что скорых встреч не прощаемся как говорится вы вот вы 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 Продолжение следует...